Значит, Горбачёв всем всё вообще обещал. Но я по фактологии. То есть, Горбачёв обещал вернуть. Задали вопрос, да, ради бога, забирайте, кому оно, вообще, кому оно всё нужно. Значит, после чего Михаил Сергеевич счастливо вполне покинул свой пост. Вопросом этим мелким, частным, для РЭБ, на самом деле, отнюдь не столь важным, как для многих из тех, кто пытается поспекулировать на его наследствие, зазниматься должна была конкретная организация, Гудас Хасида и Хаббат, и конкретный человек в России, представлявший её интересы, это Изя Куган, Равин, Синагогина, Большой Брон. И никто другой на самом деле. А дальше началось грустное, потому что РЭБ-то помер. Любавические Хасиды нового РЭБа не имеют. Организация больше лидера, который мог бы отменить, что называется, эту фетву, не имеет. Давайте опять же поймём, что евреи, конечно, давно уже особо никого не режут, как салафиты, но организация еврейской ортодоксии от организации мусульманской ортодоксии весьма мало отличается. РЭБ сказал, это фетва, её надо выполнять. Конечно. В прямом смысле. Если РЭБ бы тебя послал куда там работать, ты даже уехать не можешь, ты в этом Салихарде будешь раввином до конца жизни. Нет никого, кто может этого отменить, я совершенно не шучу. Спасибо, если тебя послали в Днепропетровск или в Москву, а если в Салихард или в Томск, а он умер. А этого же никто не мог предположить. Это что-то, я думаю, всё-таки могли предположить. Никто не мог. Более того, когда он умер, поэтому и сказали, а РЭБ на самом деле машех, он спаситель. Мы имеем второй случай в еврейской истории после Христа, когда последователи сказали, он и есть спаситель, что расколола Хаббат, потому что это страшная ересь, это нарушение всех правил. Конечно. Но вот здесь эти книжки, любая из них превратилась в некий символ власти, денег, влияния в Хаббатской среде. И для американцев тоже, поэтому американский суд пишет 50 тысяч долларов. Идёт дикая война. И они продавили политические решения в американском суде? Там ведь, на самом деле, федеральное правительство пыталось говорить, судья, не делай этого, да, по всем нормам. Но там квиш не Россия, там не может правительство ничего сказать. Оно может сказать, но судья совершенно не оказан слушать, мол, ничего оно и может сказать. И вот в данном случае судье было своё представление. На эту тему идёт внутренняя битва между различными, кстати, хасидскими группами на тему того, кто получит библиотеку. Нет, зловредный еврей может причинить не хуже, чем гражданская война. Геморрой и головной дворей. А зловредный американский судья, получив решение на территории Штатов, учитывая, что там прецедентные права, может создать для российского государства, конечно, большое количество. Для российского государства и для любого другого государства. Создать можно геморрою куда как много. Это-то понятно.